1991 год. Кыргызстан провозгласил свою независимость. Европейский Союз стал надежным партнером для молодой республики, ставя целью стабильное развитие страны, демократизацию общества, сокращение бедности и укрепление безопасности. В 1995 году ЕС и Кыргызская Республика подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999 году. В последующие годы Евросоюз поддерживал Кыргызстан в решении вопросов прав человека, доступа к питьевой воде, образовании и социальной защиты. В 2007 году принята новая стратегия партнерства между Евросоюзом и Центральной Азией, а в 2010 году в Пешкеке открылось представительство Европейского Союза. За 11 лет Евросоюз выделил на содействие Кыргызстану 185 миллионов 700 тысяч евро, включая 17 миллионов на поддержку сельского хозяйства и развитие регионов, 27 миллионов на образование, 55 миллионов на социальную защиту. Европейский Союз поддержал строительство участка дороги Ош-Баткен и в 2016 году приобрел технику для муниципальных служб Пешкека. ЕС окажет содействие стране на сумму в 184 миллиона евро. ЕС фокусируется на трех ключевых секторах – верховенстве права, образовании, комплексном сельском развитии. В 2014-2020 годах Евросоюз профинансирует региональные программы, затрагивающие в том числе Кыргызстан по управлению границами, борьбе с торговлей наркотиками, экономического развития региона и энергетического проекта КАСА-1000. И сегодня Кыргызстан – единственная страна в Центральной Азии и одна из девяти стран мира, имеющая статус ВСП+, который позволяет беспошлино отправлять на рынок Евросоюза 6000 наименований товаров. А это поможет увеличить объемы экспорта и развитие экономики страны. Важность сотрудничества с Евросоюзом неоднократно отмечал президент Алмазбек Атамбаев. Европейский Союз был и остается надежным партнером Кыргызской Республики.